Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, это CryptoSpy, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал такое значительное снижение за последние 24 часа. Многие криптовалюты значительно скорректировались. На фоне этой коррекции многие начали меня спрашивать, что я думал по поводу рынка, поменялся ли тренд и так далее. И я хочу сказать, что хотя я сегодня собирался проанализировать на самом деле график DoggyCoin, я хочу сказать, что в последние дни мы обсуждали все вот эти ключевые криптовалюты. Я сегодня снова вернусь к графику биткоина и мы коротко посмотрим, что на разных таймфреймах, потому что на этом снижении сейчас без сомнений все хотят ответить на вопрос или понять, поменялся ли тренд. И соответственно график биткоина он самый практически индикативный. Текущая цена 50 705 долларов, хотя в утром цена была и ниже 50 000 долларов, то 48, 48,5. И давайте сейчас перейдем быстренько к графикам. Мы в понедельник анализировали график биткоина и можно сказать, что в известной степени мы хорошо знакомы с графиком биткоина, но сейчас мы это посмотрим еще один раз. Итак, я убираю все птические элементы с графика, чтобы график был чище и чтобы легче было его анализировать. И соответственно начинаем. Итак, местный таймфрейм. У нас череда есть бычьих свечей, у которых локальные минимумы повышаются, также локальные максимумы. Да, текущая свеча, мы подходим к концу месяца, начала меняться. Ранее она была бычья, сейчас она медвежья. Но даже если цена останется на текущем уровне, даже если цена дойдет до 48 000, снова то, что было рано утром и месяц закроется в этом виде, это не значит, что здесь наступил медвежий тренд. Потому что да, медвежья свеча первая на фоне вот этих зеленых. Однако у нее локальный минимум все-таки выше предыдущей, также локальный максимум выше предыдущей. И это все просто показывает, что бычий сантимент, бычий тренд сохраняется. Да, это снижение, вот эта красная свеча, это сигнал, который нам показывает, что нужно быть аккуратным. По пути очень много таких просадок могут произойти, то есть давление со стороны медведей. И на графике могут сформироваться такие снижения, коррекции. Но тренд пока еще не меняется. То есть, даже если в конце месяца у нас свеча в этом виде, повышающаяся локальные минимумы, максимумы, да, красный сигнал, нужно быть аккуратным. Но практически тренд остается растущим в моем понимании, согласно свечному анализу. Это мое видение. Weekly. Рост, коррекция. Три белых солдата, то есть бычая фигура. Коррекция, которая не сработала в качестве медвежьего поглощения. Мы это все обсуждали. Потом движение вверх. Мы здесь видели вот эти маленькие свечи, которые просто шли вбок. Тоже практически эта свеча, которая якобы поглотила вот эту консолидацию. Но у нее было верхнее, максимум верхней тени выше предыдущих. Минимум нижней тени ниже предыдущих. Все это говорило о том, что здесь идет консолидация. И вот в самом плохом случае, может быть, здесь начнется консолидация. В пределах вот этого несостоявшегося медвежьего поглощения. В самом плохом случае, я думаю, что на данный момент это самый такой реалистичный сценарий в самом негативном случае. Итак, переходим к дневному таймфрейму. Здесь самое интересное. Вы знаете, я что хочу сказать. Да, здесь идет коррекция, без сомнений. Заканчивая лице эта коррекция, трудно сказать. На данный момент она пока еще идет. На дневном таймфрейме вот она, последняя свеча. Интересная свеча на первый взгляд, потому что это молот. Молот обычно рисуется на дне тренда, на дне падающего медвежьего тренда. Будет ли это первоначальным сигналом о развороте? Мы еще не знаем. День, хотя у меня день пока еще не закончился. То есть до конца дня есть еще там 4-5 часов. Так что, и плюс в других точках мира. Так что пора еще подождать и не торопиться, и не говорить, что здесь формируется молот, потенциально разворотная свеча. То есть коррекция на данный момент идет. Пока ждем. Итак, что самое интересное. Вы знаете, я добавлю сейчас 30-дневную скользящую среднюю. То есть добавляем 30-дневную скользящую среднюю. Очень важная скользящая средняя на дневном тайм-фрейме, которую я всегда показываю на ключевых практически таких нюансах графика. Что здесь произошло? Коррекция сделала прорыв и упала ниже 30-дневной скользящей средней. Если взять период графика с того момента, как график начал расти, можно сказать, во второй половине прошлого года. Или точнее вот с того момента, когда в октябре начался рост. Вы знаете, такого глубокого прорыва 30-дневной скользящей средней на данный момент пока еще не было. Здесь было маленькое падение, здесь поддержка, здесь поддержка или падение. Впервые это такое более глубокое практически проникновение зоны ниже 30-дневной скользящей средней. Что это говорит? Нужно быть аккуратным. Но сейчас есть один тонкий нюанс. Я перейду к линейному графику, чтобы убрать волатильность. И здесь что сразу видно? Череда из повышающихся вершин. Мы обсуждали, что вершины повышаются. То же самое и с впадинами. То есть тренд остается растущим. Но контуры тренда, то есть сила тренда на данный момент меняется. Тренд замедляется. Плюс очень интересный нюанс. Текущая впадина, если она нарисуется на этом линейном графике, она начинает тестировать предыдущую впадину. То есть это будет первый момент, когда мы видим, что тестируется предыдущая впадина. Не то, что угол тренда меняется, а тестируется предыдущая впадина. Что это говорит? Это говорит, что у быков практически сопротивление по пути. Медведи начинают давить, но вершины повышаются. То есть я ничего такого глобально негативного на данный момент не вижу. И соответственно, это мое видение, что здесь нужно быть очень аккуратным. Вот я показал, тестируется предыдущая впадина. Такого пока еще не было по графику. Плюс было пробито 37-я скользящая средняя. Но пока еще не все так печально. Я думаю, что на данный момент просто следим за коррекцией. Возвращаемся к свечному графику. Что я сейчас делаю? На 4-часовом таймфрейме здесь практически пока еще ничего существенного нет. Можно практически просто посмотреть более грамотно, где находятся эти впадины. Вернусь к дневному таймфрейму. И здесь добавлю с целью сейчас, я подождал немножечко, трехмесячную скользящую среднюю. То есть, это еще одна скользящая средняя. В данном случае трехмесячная. То есть, 90-дневная. И мы сейчас увидим, где она находится. Это очень важный нюанс. Я даже вчера ее показывал. То есть, вот она практически. Именно где сейчас находится и график. Вот она 90-дневная скользящая средняя. То есть, оказывается, что здесь практически график начинает находить поддержку на 90-дневной скользящей средней. Соответственно, друзья, может быть, мы находимся вблизи потенциального разворота. То есть, возобновления роста. Почему? Потому что здесь предыдущая впадина. Вот она. Она практически может сработать в качестве поддержки. Здесь линия тренда. То есть, этого меняющегося потенциального тренда. На самом деле, его пока еще здесь нет. То есть, это не подтвержденный сигнал. Но все-таки потенциальная линия тренда. Здесь также практически трехмесячная скользящая средняя. Однако, это трехмесячная скользящая средняя с того момента, как начался рост, никогда не было тестировано. Вот смотрите, с октября прошлого года, практически до сегодняшнего дня, это впервые, когда тестируется трехмесячная скользящая средняя. И здесь молот. Потенциальный молот. Еще один раз хочу сказать. Эта свеча пока еще не сформирована. До конца дня много времени. Но все это говорит, что здесь в этой зоне очень много поддержки. И, как говорится, становится интересно. Буду ли я сразу заходить на покупку? Нет. Объясняю вам почему. Почему? Это всего лишь дневной таймфрейм. Да, он ключевой. Но представьте себе, что на фоне волатильности еще нырнет в ближайшие дни цена. И уже потом отскочит. Зачем не торопиться? Хотя есть одно очень важное правило при трейдинге, которому я придерживаюсь. Тут нет такого правила, нужно торопиться, чтобы пропустить или не торопиться. Все зависит от сигналов. На данный момент сигналы, они есть. Есть потенциально бычие сигналы. Однако нет сигнала, подтверждающего разворот. То есть этот сигнал может сформироваться через час, может через день, может через пять минут, может даже во время нашего обзора, может и через две недели, может и никогда. Пока его нет, я не захожу в рынок. То есть поэтому я сказал, не надо торопиться. И потом скорректировался с целью и сказал, что здесь речь при тренинге не идет о том, торопиться или не торопиться. В моем понимании есть сигналы, придерживаясь сигналов. Почему говорю, что нет сигнала? Потому что все вот эти очень интересные сигналы, они на очень тяжелом таймфрейме. И в краткосрочной перспективе, если зайти, может получиться так, что я попаду в волатильность и график еще нырнет. Или может быть график не нырнет. Поэтому я буду переходить уже к более коротким таймфреймам и смотреть. Здесь вот эта линия практически падающего канала, то есть нисходящего тренда, который здесь есть на 30-минутном, на 15-минутном таймфрейме. Есть нисходящий тренд, подчеркиваю, он виден, но я никогда с целью не спускаюсь к этим коротким таймфреймам во время моих обзоров. Потому что, ну вы же понимаете, сейчас обзор будет уже полчаса или час, кто будет это смотреть. Люди хотят в течение 5 минут все понять, а когда я уже 10 минут говорю, многим это становится очень долго. А тем более, что если я буду анализировать и графики на коротких таймфреймах, чтобы учитывать тренинг, может быть уже никто и это не будет смотреть. Поэтому мне пора заканчивать, но здесь хочу сказать, пока идет вот этот нисходящий тренд и отсюда нет выхода из этого маленького тренда, и пока на маленьком коротком таймфрейме на 15-минутном или на 30-минутном желательно нет восходящего тренда, то есть череда из повышающихся впадин и вершин хотя бы 3 впадины, вот такие практически 3 формации. Пока вот такого нет, чтобы здесь был наоборот растущий канал и тогда бы сформировался уже на более, ну я очень большим его сделал, но логику вы понимаете. Тогда практически на дневном таймфрейме начнется разворот вот здесь, выход из этого каналчика маленького нисходящего, возобновление тренда, вот тогда и захожу. Друзья, у меня на этом все, думаю, что это все всем понятно, те, которые торгуют на рынках, все это хорошо видят, понимают, каждый уже для себя сам решает, это мое видение, потому что вы понимаете, что если такого нет, то, знаете, канал может произойти, пойти вниз, то есть если нет сигнала, но здесь думаю, что все понятно. Если кому-то что-то интересно, пишите комментарий в качестве, то есть комментарий ниже этого видео. Я вам всем желаю удачи на финансовых рынках, будьте аккуратны, графики, когда резко движутся вверх или вниз, опасны для марджин трейдеров, для тех, которые торгуют с кредитными плечами. Я думаю, что это на криптовалютном рынке не стоит делать, но каждый для себя решает. Еще раз всем удачи на финансовых рынках, здоровья и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время было Крипспа. Продолжение следует...